здравствуйте друзья доброе утро вчера я делал видео о том как человеку блогеры своим негативом мозги выносили настроение портилось в общем такая была история и там в комментариях под этим видео в частности возникла такая небольшая история о том что человек говорит да действительно вот блогеры в общем там вводят заблуждение и не только те которые негативом а и те которые сильно позитивные вот я говорит человек маска через блогеров пострадал и дальше идет такая история что он выиграл green card лотерею приехал в соединенные штаты жил он в петербурге и был ну как бы айтишником то есть блогеры жиму не говорят что ты айтишник блогеры тут айтишники хорошо устраиваются и он виду я айтишник то есть он так решил вот и и поехал у него еще жена ребенок нужно естественно работать не должна у него в питере он получал как айтишник полторы тысячи долларов ну хорошо но так много денег у него с собой нет в том смысле что он не может год ходить без работы ему нужна работа он приезжает тыры-пыры что-то не получается у него сайте приезжает он в хьюстон почему в хьюстон там подешевле вот допустим поехать в бостон например или там не знаю куда-нибудь еще там вроде подороже почему из всех мест которые подешевле выбор упал именно на хьюстон я не знаю но ну вот так получилось приехал он хьюстон работа найти войти у него не получается выясняется что еще и английский там нет не такой уж прямо вот как может быть хотелось бы и устроился он на склад друзья помогли он на складе каком-то получает 2 400 долл тысяч до 2400 долларов и говорит ну что же ё-моё получается я в питере там получал полторы а тут 2 400 нет смысла ради такой маленькой суммы понимаете и вот он лишился возможности жить в культурном месте но он не знал раньше блогеры же не сказали что ну понимаете вот и значит блогеры не сказали что он вообще-то не совсем айтишник был бы айтишник получал бы там три раза больше ну ну не знаю то есть блогеры да они что-то рассказывают как о какой-то реальности своей чужой там и так далее человек принимает решение что он часть вот этой реальности а не вон той потому что он знает что есть люди которые но пусть не под мостом но как бы не очень зарабатывают и тут у них плохо и там у них плохо а кто-то и возвращается а кто-то не возвращается но нудит и ноет и стонет и так далее так далее и вот да звучит это все так что вот значит не все так плохо в россии вать никто нигде про питер год россии а вот и что про америку значит ему набрали сравнивается америка с россией когда делается следующий шаг выясняется что сравнивается питер с хьюстоном дальше выясняется что их претензии к хьюстону в том смысле в каком он не питер ну естественно и не суздаль понимаете и там не кжель не там я не знаю что там еще бывает вот и не какой-то нефтяной там хотя нефть там есть да не как раз нефть там есть в общем претензии к хьюстона что он хьюстон и путь как бы блогеры ему выбрали что ли я даже не знаю и английский не тот тоже кто-то ему виноват я не знаю то чек принимает кучу всяких решений и в итоге выясняется что вот блогеры его дезинформировали я вспоминаю анекдоте с такой был такая шутка как рассказ такой идет человек тоже он гает водка сначала пошли к лёхе пили водку когда кончились кончилось пошли к серёге пили самогон когда самогон кончилось пошли там к петрухе пили красное потом в каком-то значит где-то еще там не поймешь где в подворотне там пили пиво потом пришел домой отравился овсяным печеньем давайте америка оказалась овсяным печеньем которым человек отравился то есть вот все было хорошо у него давайте все было хорошо но но дальше получилось что то вы все те решения которые он сделал все вот вся пачка от начала и до конца оказалось что виноват кто-то кто ввел его в заблуждение у блогера ему не не то рассказали он повелся окончилось тем что вообще америка ну америка она как бы и и в общем не то самое место и не то что вот там хьюстон не то что сравнение там скажем села там с большим городом или там древнего города с там ну не древних конечно питер древним не назвать но все-таки все-таки такой европейского таскать закала город там с каким таким странным местом есть бостон например пойти на уже там пожалуйста хочет европейский город вот есть бостон но бостон дорого да и вот весь набор собственных проблем оказывается что вот америка не то я думаю боже какая могла бы быть красивая история да то есть приезжает человек если бы он сам себя не поместил в ту категорию которую никакого отношения не имеет ну реально по факту не имеет то есть его сознание может быть тебя это по факту нет и вот он не поместил на себя в эту идиотскую категорию которую не принадлежит сказал бы он себе я иммигрант то есть я не на заработок поехал вот под узком таком классе вот я хочу заниматься вот этим получать не меньше этого а иначе мне и смысла нет это не иммигрант его вышибло не одно так другое так 20 так 30 то есть шансов на то что он бы здесь прижился даже найден работу войти его все равно бы отсюда выкинул скорее всего потому что это не иммигрант у него ментальность не иммигрантская атакует лимитчик приехал на заработки но шабашник и вот он а могло бы быть да был бы он иммигрант вот тут вот тут был бы иммигрант он бы приехал сходу не будучи айтишником по факту не имея какого-то там английского там еще что-то он оказывается на работе за 2400 долларов что позволяет ему не важно что он там получал в питере или там я не знаю в норофоминске это не важно вот что то там получал у него уже 2400 долларов можно жить в таком месте как хьюстон или там пригорода хьюстона на 2400 долларов можно жить лучше чем здесь на 5 месяц где мы с вами тут колесим по кремниевой долине это чудовищные деньги во всяком случае абсолютно достаточный для семьи из трех человек чтобы иметь все иметь жилье нормальное адекватное жилье машину может быть две машины если им нужно две он один работающий эти ребенок растет ходит в школу бесплатную государственную там и так далее ну внук питание продукт хороший значит ну все понимаете у человека есть все плюс видимо они достаточно молодые и соответственно у него есть будущее он может планировать его жена может планировать свое будущее он может планировать свое будущее он может быть не айтишник но может быть он смотрит там блог я не знаю та не генерал которая в хьюстоне живет а может быть он с ней лично пошел там кофейку попил на тусовке какой-то потолкался туда-сюда пошел там выучился на айтишника там на тестера за три месяца бах и он уже получает не 2 400 там допустим а 4 там или 5 в месяц но это как бы следующий разговор я просто к чему рассказываю и вот была бы прекрасная счастливая светлая иммигрантская судьба а здесь мы имеем человека который не иммигрант и иммигрантской судьбы в него не получилось у него получилась такая неудачная шабашка так вот как бы поехать поехала денег не заработал бывает так едешь на заработки а там и не заработал ни шиша вот не сезон давайте поэтому я как вот эту историю прочитал и так и задумался и думаю что же такое произошло то есть все основания у человека были летать на крыльях от счастья понимаете но вот это вот фикция фиктивный мир в котором он живет который вокруг себя сконстролил вот это вот все и а можно можно это самое тоже как там в кинофильме где у нас понапарт 6 палате там где раньше кто там был король лир давайте конечно можно в этом мире можно в этом мире тоже жить и санитары будут виноваты и там госбюджет не выделил чего надо там и по телевизору не то показали конечно конечно блогеры вот блогеры то есть мало того что значит эти евреи все не так делают вот еще блогеры ё-моё коммунисты блогеры кто же там масоны это тоже самое масоны все виноваты вводят заблуждение своими блогами отравился овсяным печеньем америка америка еще виноват америка израиль америка израиль блогеры масоны евреи все 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 виноваты ладно друзья в общем короче вы себя старайтесь поместить какую-то такую категорию без фантазии знаете без без того чтобы потом биться лбом в стенку не то что дверь какую-то а просто в стену бетонную там двери не было никогда вот чтобы не биться до лбом а радоваться жизни когда тебе такими вот можно сказать половником вот таким ты черпаешь оттуда и и не рад и не рад и все тебе плохо и все те виноваты и и блогеры в частности так что счастливо и удачной вам сама идентификации так скажем до новых встреч